Город Подольск Подол значит поселение по долине реки Пахры. Первое письменное упоминание о земле с названием Подол относится к эпохе правления царя Иоанна Грозного. Именно он своей жалованной грамотой в 1559 году подарил окрестные земли, в том числе и деревню Подол, московскому Данилову монастырю. Через село Подол проходила важная дорога, которая связывала Москву с южными областями страны. Серпуховка или Крымка, так называли ее. Дорога была всегда оживленная, по ней передвигались люди, привозили свои товары в Москву, вывозили из Москвы свои товары, то есть всегда была оживленная дорога. И поэтому, когда Екатерина II приезжала в наш город, останавливалась вот именно в этой исторической части города, специально был построен путевой дворец для приезда Екатерины II. Ехала она в Крым, чтобы решать вопросы присоединения Крыма к России. К сожалению, не сохранился путевой дворец, а вот мы с вами находимся рядом со зданием присутственных мест, которое было построено в начале 19-го столетия. Сейчас здесь находится Подольский краеведческий музей. В экспозиции рассказывается о истории города Подольска, о его возникновении, развитии, каким город является в настоящее время. Наша экспозиция называется «Подольский меридиан» не случайно. Как раз вот в этой исторической части города, по мнению многих ученых-географов, проходит меридиан. Через Подольск проходил знаменитый Тарутинский марш-маневр армии Кутузова. На совете в Филях было принято решение оставить Москву без боя, но тем самым спасти армию и совершить Тарутинский марш-маневр. Русская армия повернула на запад, к Подольску, а несколько кавалерийских отрядов создавали иллюзию движения армии в прежнем направлении. Французы потеряли из вида русскую армию. Свято-Троицкий собор в Подольске – это храм-памятник с событием Отечественной войны 1812 года. В 1866 году через Подольск прошел участок Московско-Курской железной дороги. В числе первых пассажиров по железной дороге проехал Лев Николаевич Толстой. В 1900 году американская компания «Зингер» приобретает участок земли недалеко от железной дороги. Несколько городов рассматривалось для того, чтобы строить завод по выпуску швейных машин в России. Выбор пал на наш город Подольск. Вот опять же из таких обстоятельств, что здесь была близко Москва, и очень была дешевая рабочая сила и дешевая земля. И действительно на протяжении 90 лет на территории нашего города Подольска выпускали швейные машинки. Сначала это был завод компании «Зингер», который выпускал очень хорошие, очень качественные швейные машинки. Машинка прошивала любую ткань и даже могла прошить лист меди. Кстати, впервые компания «Зингер» продавала машинки в расстрочку. То есть кредитная система, это она вела, собственно, эта компания. И здесь у нас в Подольске был построен магазин компании «Зингер», где можно было купить машинки и рассчитываться в течение года за вот это изделие. Точно так же и в других городах были представительства, которые давали возможность людям купить машинку в расстрочку, потому что машинки стоили дорого по тем временам. Собственно, не всем было реально купить такую машинку. В 1917 году завод был национализирован. Надо отметить то, что наш Подольск находится в очень живописном месте на юге Московской области. И, конечно, близость к Москве, прекрасная природа, близость к реке Пахры, Десны – все это привлекало именитых дворян конца 17-го, начала 18-х столетий. К счастью, в Подольске сохранилось очень много усадеб. На высоком правом берегу реки Пахры расположилась усадьба Ивановская. Своё название она получила по имени первых владельцев головяных, их звали Иванами. В конце 18-го века эту землю приобретает граф Фёдор Андреевич Толстой, двоюродный дед Льва Николаевича Толстого, и начинает постройку усадебного комплекса. Но особую известность усадьба получила при втором владельце графе Арсении Андреевича Закревском. При Закревских Ивановская превратилась в один из самых знаменитых подмосковных центров светской и культурной жизни. Хозяйка имения, графиня Аграфена Фёдоровна, любила балы, театральные представления. Сюда съезжалась вся Москва. Первоначально имением Дубровицы владели бояре Морозова. От них имение переходит к известному роду Голицыных. Борис Алексеевич Голицын, знаменитый дядька, воспитатель Петра Великого, деятель Петровской эпохи, начинает постройку усадебного комплекса. В 1689 году Голицын попадает в кратковременную опалу, а в 1690 году вновь пожалован боярским достоинством. Считается, что именно в знак примирения с царём и заложил здесь, в Дубровицах, Голицын храм в честь иконы знамения Пресвятой Богородицы. Выполнен он в стиле западноевропейского барокко. Создавали его иноземные мастера. Автор же проекта неизвестен. Очень многое в облике этого храма не соответствует канонам православного зодчества, поэтому очень долгое время князю Голицыну получить разрешение на освящение храма не удавалось. Освящение состоялось в 1704 году митрополитом Стефаном Еворским в присутствии Петра Великого. У восточной границы Подольска, на левом берегу реки Пахры, расположена бывшая усадьба Плещеева. Надежда Филаретовна фон Мэк, владелец усадьбы Плещеева, осталась вдовой известного железнодорожного магната Карла Фёдоровича фон Мэка и стала посещать различные концерты. И вот на одном из концертов присутствовала Надежда Филаретовна фон Мэк, где играл Петр Ильич Яковский. И она влюбилась в его творчество, влюбилась в его музыку, а может быть даже и в самого Петра Ильича Яковского, к сожалению, нам это неизвестно. Надежда Филаретовна фон Мэк стала заказывать ему многочисленные музыкальные работы, а также покровительствовать в денежном плане. Между Надеждой Филаретовной фон Мэк и Петром Ильичом Чайковским завязалась переписка, которая продолжалась 14 лет. Они не встречались, и даже оказавшись в одном месте и в одно время, они делали вид, что они не знают друг друга. Нам известно, что по приглашению Надежды Филаретовны фон Мэк, Петр Ильич Яковский пребывал здесь, в усадьбе Плещеева. И Надежда Филаретовна покинула усадьбу 1 сентября, и уже 3 сентября Петр Ильич Яковский сошел на станции Подольск и отправился в усадьбу Плещееву. И именно здесь, в усадьбе Плещеева, он написал свою знаменитую концертную фантазию для фортепиано с оркестром. У меня есть такие строчки, мне бы родину найти, чтобы с собой не унести. Потому что родина – это не 3 квадратных метра за шкафом в коммунальной квартире. И многие силятся и тужатся, чтобы дать определение родины, считая это роддом, где ты родился, или страна, в которой ты родился. Но мне хотелось иметь такое место, да. Вы знаете, как наши предки находили место, где они хотели умереть, и там начинали жить. Взращивать свой род. Вот место, где произрастают деревья, посаженные мной, моим отцом, моими друзьями и близкими. Где прикопан послед моих внуков, где находится погост моих родных и близких, и где я, предположительно, обрету и свой вечный или не вечный покой. Место, где будут зарождаться семейные традиции, которые будут продолжаться и длиться. И вот для меня вот этот славянский Кремль близ Подольска является моей великой родиной. А моей малой родиной является планета Земля. Она у нас все быстро. Я с удовольствием приглашаю сюда тех или иных людей, хотя и без приглашения мой дом всегда полон, да. Едут в него со всего мира. И это не показ моего дома, а это показ нашей жизни, это показ нашей истории, включая, ну, по факту моей деятельности, и мировую историю. Потому что на этой территории живут не одна тысяча экспонатов. Именно экспонатов, а не сувениров, привезенных с самых удаленных мест мира. Самых закрытых, самых сакральных, самых труднодоступных, потому что это тоже часть моей профессии. Я коллекционировал эти перекрестки, эти религиозные парадигмы, эти жизнеустройства, эти традиции, эти культуры. И уж что одно из самых важных, это что такое русский человек, что такое русская культура, что такое русская традиция, что такое русские культурные коды. По всем критериям, по большинству критериев, удаленности, экологии, коммуникации, историзма этого места и так далее, оно подходило. Я лег на пашню, глядя в небо, надо мной летали орлы, и думаю, буду я здесь умирать или нет. Видимо, буду. Затем я купил долларов за 150 избу на вятке, раскатал ее, перевез сюда, собрал, поставил печь, в ней сани, на санях, на тулупе спал, печь топил. Потом я перевез сюда разные объекты и мельницу святки. Когда-то там было около 40 тысяч мельниц, едва удалось в результате экспедиции найти одну из них. Она была в лесу, поваленная, полузгнившая и так далее. И вот мы ее собрали, сделали, вывезли, здесь восстановили, и это вот едва ли не единственная действующая шатровая мельница того периода. И он обрастал и обрастал объектами. В последнюю очередь дом возводился. Потом начал проводить здесь разные мероприятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В избе сегодня уже два музея. Музей обережной куклы Руси. Я продолжаю его формировать и собирать. И музей славянского быта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такого количества специальных кукол, как в русской культуре, конечно же, тоже ни в одной традиции мира не существует. Это эмпирический опыт многих и многих поколений. Это своеобразный и символический, и метафорический язык. Например, сваха ходила и смотрела, как растут девочки. И если девочка не играет в кукли, она не пришлет туда сватов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или, например, как вы будете сообщать о том, что у вас невеста в доме? Вы поставили своеобразную куколку на подоконник, и все, и все уже знают, что у вас тут, значит, невеста на выноте. Это формы и способы передачи информации, которые существовали традиционно. И так по поводу каждой куклы. Вот, собственно, зачем и почему. Поэтому проходят и мастер-классы по изготовлению этих. И начиная от куколки, там, не знаю, зайчик на пальчик, который делается за пять секунд, и заканчивая этнографическим наполнением этой куклы полным объемом символов, которые существовали на Руси, с рассказом, объясняющим значение каждого из них. А не просто какая-то коллекция разноцветных, разномасштабных куколок, сидящих на ветвях родового древа. Есть такая куколка, которая называется зайчик на пальчик. Дело в том, что у младенцев бывает кулачок зажимается не совсем правильно. И таким образом формируется неправильная кисть. В крестьянской среде это было ключевым моментом. Человек с неразвитой кистью не мог обеспечить безбедное проживание всей своей семье. Поэтому изготавливалась такая куколка. Она надевалась на мизинец. Таким образом она заполняла пространство кулачка, и палец сложился сверху. У ребенка начинала формироваться правильно ладонь. Это вот одна из самых первых кукол. Очень интересным экспонатом, интересной куклой является вот такая кукла Страва. Такая кукла изготавливалась с женщинами всей деревни. Они выходили, брали старую одежду, старую рубаху, старый сарафан, набивали свежескошенной травой эту куклу полностью и притаскивали ее в деревню. Считалось, что Страва – это близкая родственница каждого члена семьи, каждого дома. Таким образом ее таскали из дома в дом и везде встречали как очень-очень дорогую гость. Ее непременно сажали за стол, и нужно было Страве выговорить все, что тебя беспокоит. От самых мелких бытовых каких-то вещей до крупных проблем, болезни, ссоры, что-то тебе не нравится, что-то идет не так, все выговаривалось вот этой Страве. Таким образом, Страву протаскивали через всю деревню, в каждый дом. Через 2-3 дня, естественно, начинался процесс гниения, и у Стравы поднималась температура. Страва начинала гнить, и говорили, ох-ох, наша Страва заболела. Ее начинали лечить, поливали ее медом, поливали молоком, что, естественно, усиливало процесс гниения. Поэтому через 5-6 дней эта Страва начинала издавать невероятно неприятный запах, и люди говорили, ох, как же мы заговорили Страву, что она, бедная, даже умерла. И устраивали похороны этой Страве, выходили, опять же, в поле, разрывали эту одежду, траву разбрасывали, одежду сжигали и благодарили Страву за то, что она забрала весь негатив и унесла с собой. Вот этот обряд показывает, что в традиции русского человека не было принято жаловаться, не было принято как-то чужого человека напрягать своими проблемами. И считалось, что после того, как ты выговорил все Страве, это больше вспоминать никогда нельзя. То есть об этом забывали. Много элементов, предметов и вещей, привезенных мной тоже с экспедиции по оброшенным деревням по всей России. И там есть, по-своему, уникальные предметы. Там полусгнившие, упавшие, предположим, наличники, избы, в которой родился известный белый генерал. Его отцом эти наличники сделаны. И так далее. Вот в чем смысл. И наши предки олицетворяли, то есть не было символизма ради символизма, метафора ради метафор. Потому что сказки, пословицы, поговорки, народные песни, они сегодня уже большинством людей, русских людей, я уже не говорю про других, не понимаются. Тут тоже есть своя проблематика, потому что, с одной стороны, меня просят расшифровать русские сказки, с другой стороны, делать этого нельзя. Потому что сказку нужно воспринимать как сказку, песню как песню, пословица как пословица, поговорку как поговорку. И если 1600 канонических пословиц и поговорок, они должны быть в неизменном виде. Но сегодня их там обрезают, чикают, меняют местами слова, или вкладывают в то или иное слово совершенно иной смысл. Еще в XIX веке по целому ряду слов был совершенно иной смысл. Сегодня они воспринимаются иначе. Вот поэтому и тема русского языка является важной и значимой. И одно дело посадил человека напротив или перед экраном, и расскажешь ему про русский язык, а другое дело взял в руки куклу или музыкальный инструмент, или подвел его к какому-нибудь, не знаю, оружию, и начинаешь через название элементов, перечисленных у того или иного предмета, проявлять, возжигать интерес к русскому языку и к значениям каждого слова. Это все инструмент. Если это не инструмент, то это просто старые вещи, которые за заляпанными стеклами пыльных витрин. Это абсолютно неважно и неинтересно. Возьмем, к примеру, ухват. Предмет ежедневного использования. Но наши бабушки знали, а мы давным-давно забыли, что помимо обычной жизни, у такого предмета есть еще тайная жизнь. Его часто использовали в обрядах. Например, женщины, девушки, для того, чтобы приворожить молодого человека, который им понравился, садились на этот самый ухват и обскакивали на нем вокруг дома понравившегося молодого человека. Таким образом, вот эта семантика, смысл охватывания, она перелагалась на вот это действие, как бы обхватить. Печь, помимо всего того, что в нем приготовили пищу, помимо того, что она служила для обогрева помещения, ее использовали также в различных заговорах и обрядах. Например, если терялся скот или заблудился человек в лесу, потерялся ребенок, считалось, что нужно покричать в печную трубу, и тебя непременно человек услышит, неважно, где он находится. Тайным смыслом также обладали другие предметы привычного нам обихода. Например, двери и окна. Это пространство, через которое мы попадаем внутрь дома. И дверь, она не просто механически разделяла улицу, уличное пространство и пространство дома. Для наших предков считалось, что дверь – это преграда между миром потусторонним, чужим, миром опасным, с зоной защищенной, оккультуренной, согретой. Поэтому с порогом связано очень много поверья. Например, наши предки говорили, без бога не до порога. На пороге омывали младенцев, чтобы смыть с них болезни, лечили различные болезни. Например, при радикулите клали человека на порог и перерубали у него на пояснице веточку топору. Мы выбрасывали ее. Таким образом считали, что не просто на улицу выбросили, а выбросили вообще в другое пространство. Очень интересен такой предмет быта, как стол. Стол – это мужское место. Стол, ствол, престол – это место, где мы принимаем пищу. Но изначально это было храмовое сооружение. И семантика слов «жертва» и «жратва» очень похожа. Поэтому в нашей традиции не принято класть на стол ноги, втыкать в него нож, ругаться за столом, брониться. Потому что стол – это святое место. Ладонь Бога. Еще стол символизирует хозяина дома. И верили, что если на столе, например, треснула крышка стола, то это очень плохая примета, что с хозяином дома может что-то случиться. Вообще такое для русской традиции, для фольклора, характерно называние частей предметов человеческими частями тела. У стола есть крышка, есть ножки, у шайки, у лейки, у них есть носик, есть тулово, есть шейка, есть ручка. Стол еще, нужно заметить, он делил зону не только на мужскую и женскую, он определял красный угол. И по положению стола было понятно, все ли хорошо в доме, он никогда не смещался. Если стол находился в центре комнаты, это означало какое-то событие, которое из ряда вон выходящее. Значит, происходит что-то, чего не бывает. В планах музей артефактов эпохи человек, музей колыбельных цивилизаций, музей русских экспедиций и путешествий, музей традиций. На экспозиции для этих музеев, мной уже давно собраны со всех стран мира, осталось только возвести строение. Я делаю это по мере сил, времени, добывания ресурсов. И каждый месяц по сей день мы испытываем новые и новые форматы для того, чтобы провести своеобразную монетаризацию всего лучшего, что у нас есть в традиции. И предоставить площадку для их позиционирования, известности, самореализации. Вот такая история. Потому что, ну, вот, что значит, что значит еще в моем понятии, вот где родился, там сгодился, да? Возникает же естественный вопрос, ты тут вообще в гостях или как? Как ты можешь сказать, моя родина, или тем более мое отечество, если факт твоего существования не привнес туда ни одной буквицы, ни одной запятой, ни одного пробела, ни одного звука, цвета, запаха и так далее, да? Ты не причастен к жизни ни этой территории, ни этой земли, ни этого народа, ни людей, которые тебя окружают, ни тех, кто останется после себя, не причастен, как вроде и не жил. Я в любой день чувствую себя на низком старте. Мне все время кажется, что все самое главное в моей жизни впереди. Ну, и поэтому, сколько хватит сил, времени и ресурсов, я, конечно, буду и буду осуществлять задуманное в надежде, что все это не зря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok